МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый должен быть свободным от насилия, и это не имеет значения в Латвии или Миннесоте. К сожалению, американцы и европейцы имеют схожие проблемы с противоправными действиями в семье. Конечно, в большей степени это относится к женщинам. Диалоги и работа в группах с даугуплскими законниками привнесла и здоровую долю юмора. Моделируя практические ситуации, латвийцы зачастую ставили в тупик гостей своими вопросами. При всей схожести проблем принципиально разными остаются менталитет, исторический опыт и быт в семьях у нас и по ту сторону океана. Судья Кэтрин Куинтенс ярый сторонник того, что если муж в семье применил силу, он должен понести суровое наказание. Смысл пословицы «бьет, значит любит» американский юрист просто не могла понять, как и других особенностей разбора к отношению на практике. Ситуации, когда жены вызывают полицию, а затем просят не сажать их мужей в тюрьму, в демократическом государстве номер один – также крайне редкое явление. Тем не менее, по мнению латвийских представителей, есть и чему поучиться. В частности, умению американцев детализировать юридические процедуры. По словам начальника Латгальского управления полиции Юриса Пастерса, несколько удивило другое – жесткая принципиальность в подходе к наказанию. Немножко удивило семинара руководителя, судей, ситуацию, которую мы оговаривали в семинаре, что решение должно быть конкретное, строгое, должен сидеть в тюрьме, нарушитель. Но есть очень много программ, с которыми надо работать. И также у нас в Латвии тоже разрабатываются не только программы, которые в пробоционной службе, но и тоже в социальной службе планируется, что будут эти программы, которые ориентированы на семью, вообще на насилие в обществе. И это тоже очень позитивная информация, которую мы можем черпать из Соединенных Штатов и учиться у них про эти вопросы. Судья Кэтрин Квинтон, в свою очередь, дала рекомендации семьям, как избежать лишних проблем. Важно найти свой код безопасности. Люди должны уметь сформулировать свою проблему и не скрывать ее. Тогда они получат помощь.